С 1 января 2013 года больница скорой помощи в Твери перешла в подчинение регионального здравоохранения. Ранее это было муниципальное медицинское учреждение. В августе его возглавила Корене Конюхова. Губернатор поручил новому руководителю проанализировать ситуацию в больнице. На качество оказания медицинской помощи и по поводу состояния некоторых отделений поступали жалобы. Я сам вижу удручающее положение комплекс больницы. Я хочу понимать причины. И если эти причины имеют свою фамилию, то должны последовать выводы. Это не быстрый процесс, но и затягивать я не вижу смысла. По словам Корене Конюховой, есть моменты, которые сегодня можно устранить собственными силами. И в этом направлении уже идет работа. Внедряются критерии оценки качества оказания помощи. Ужесточен контроль за статистической отчетностью, заполнением документации. По просьбе нового руководителя специалисты фонда обязательного медстрахования провели внеочередную проверку. И касалась она сразу трех направлений. Расходование средств территориальной программы обязательного медицинского страхования и программы модернизации здравоохранения Тверской области, а также национального проекта здоровья. По всем трем направлениям было выявлено неэффективное и нецелевое использование средств. Нерациональное использование средств в целом составило более 8 миллионов рублей, а нецелевое использование средств почти 5,8 миллионов рублей. Поэтому нами был акт на 52 страницах, столько нарушений, прежде всего и в бухучете, когда отсутствует полностью учет и отчетность, достоверная по финансовым обязательствам, по расходованию финансовых средств. Как было отмечено на совещании, сейчас решается вопрос с погашения задолженности по нецелевому использованию средств. Принят ряд кадровых решений. Я вас очень прошу, все материалы, акты проверки, в кратчайший период передать прохоронительную новую. Кроме того, есть проблемы по оформлению земли и некоторых зданий больничного комплекса, сдачи в аренду площадей. Этим сейчас занимаются юристы. По словам исполняющей обязанности главврача, для решения многих вопросов требуется участие регионального правительства. Это прежде всего укрепление материальной технической базы. В настоящее время объявлен конкурс на ремонт гинекологического отделения. Это, правда, потребовало некоторого передвижения, перемещения пациентов. Я проанализировала ситуацию. У нас ни одной жалобы с отказом от госпитализации нет. Экстренные отделения расположены совершенно нормально. Дополнительные операционные развернуты. Мы развернули гнойную операционную, развернули такую экстренную операционную для гинекологического отделения. В этом смысле все идет нормально. Губернатор отметил, что со стороны региона учреждению здравоохранения будет оказана помощь. В настоящее время необходимо составить план первоочередных мероприятий по выведению больницы из кризисного состояния. Еще один важный момент, на который обратил внимание глава региона – управленческие и организационные действия. Необходимо сделать все, чтобы это не отразилось на обеспечении населения качественной медицинской помощью. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok